МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Ну, редкий человек сегодня не знает, что такое компьютер, и все меньше становится тех людей, которые не умеют им владеть. И можно смело утверждать, что информационные технологии уже очень порочно укоренились в нашей жизни. Как сделать их полезными для нашей жизни? Вот для этого мы решили открыть новый цикл программ. И начать мы решили с профильного Министерства информационной политики массовых коммуникаций. И у нас в гостях сегодня в студии министр Валентина Андреева и заместитель министра Алексея Новиков. Уважаемые эксперты, ну, вот совсем недавно правительство Российской Федерации утвердили новую концепцию формирования открытого правительства. И возникает такой естественный вопрос у тех, кто очень близко знает эти вопросы, а будет ли аналогичный документ в Чувашской Республике? А для обывателя, наверное, вообще вопрос еще гораздо проще. А что же это такое открытое правительство? Для чего, зачем и почему? И каким образом? В информационную эпоху, когда главными становятся знания технологии, принцип открытости, публичности, прозрачности и, главным образом, подотчетности государства перед обществом, бизнесом и гражданами является основополагающим. Что такое открытое правительство? Это некая государственная доктрина, когда государство обеспечивает право граждан на получение информации, доступ к документам и, главным образом, тоже действия государства для более эффективного общественного контроля, чтобы снизить административные барьеры, минимизировать коррупционные риски и, в конечном счете, улучшить качество жизни населения и повысить деловой климат. Ну, в общем, народ так все время говорит, что до чиновников там тяжело было дотянуться, понять, что за их довериями там делается. На самом деле, сегодня это все открыто абсолютно. Да, Чуваша, надо сказать, что уже 20 лет, как будет, как Чуваша, одна из первых в стране, может быть, даже разработала концепцию открытого правительства, электронного правительства, которая, кстати, стала основой для создания федеральной программы «Электронная Россия». Ну, республика и участвовала в 15 проектах «Электронная Россия». Что сегодня, вот почти уже больше, чем 15 лет спустя, и если сравнить, значит, сайт органов власти, который потом преобразовался в портал органов власти Чувашской республики, и что сегодня? Все мы ориентируемся на некие рейтинги, которые являются некими ориентирами для определения неких явлений. Тогда сайт КАПРУ, сайт Чувашского правительства, занял второе место в национальном федеральном конкурсе после Федерального министерства по налогам и сборам. Что сегодня? В общем-то, наш портал органов власти, наше электронное правительство, инструментом, как я уже говорила, является сайт портал КАПРУ в наш, сегодня точно так же входит в тройку лидеров по посещаемости среди всех органов власти страны, уступая лишь пенсионному фонду. В общем-то, по уровню развития электронного правительства Чуваши находится в двадцатке. Могу назвать такие цифры, это данные, правда, за 2012 год. Мы ждем, ну, вот буквально со дня на день, можно сказать, данные за 2013 год, которые подводят такие серьезные ресурсы, как госменеджмент. Так вот, в ПФО Чувашская республика занимала 5-е место и 15-е место в Российской Федерации. И лидеры в ПФО и Российской Федерации – это Нижегородская область, Москва на втором месте, Санкт-Петербург на третьем, на четвертом – Татарстан. Я не думаю, что эти данные за 2013 год будут как-то отличаться. Примерно в двадцатке лидеров в стране мы все-таки сохраним свои позиции. Алексей Александрович, ну вот, чтобы обыватель понимал, что такое портальная система. Это же некое технологическое такое, достаточно, возможно, громоздкое, там, может быть, и нет сооружения, из чего оно состоит, с чем это его есть. И вот, ну, там порядка 16, наверное, отраслевых портальных систем у нас создано на базе КОПРУ. Да, действительно, у нас в Чувашской республике создано достаточно большое количество порталов. Самым основным полагающим, как уже сказал Валентин Владимирович, является портал органов власти Чувашской республики. Кроме того, существуют медицинские порталы, существует портал средств массовой информации. Все эти порталы созданы для того, чтобы сконцентрировать все сведения, которые существуют в органах власти и которые создаются органами при их взаимодействии, при их деятельности, чтобы они были в одном месте представлены всем гражданам. Я назову две цифры. В рамках портала органов власти на данный момент существует уже 850 сайтов разных министерств, ведомств и прочих организаций. И в целом портал органов власти фиксирует более 44 тысяч посещений в сутки. Я как эксперт из данной области могу подтвердить, что, конечно, в Чувашский область, по-моему, никто в Российской Федерации по такому количеству взаимодействующих субъектов не произошел. Я, честно, этим очень сильно горжусь, не только как человек, который был причастен к этому, но и потому, что я обращаю внимание наших зрителей и слушателей на то, что возможности у них действительно просто громадные. Но ведь и нарастают и новые технологии. У нас появился геопортал, у нас появился портал открытых данных. Вот для чего это все делается? В чем здесь смысл открытости правительства? Действительно, в последние годы состоятся все новые и новые порталы, в том числе это геопортал и портал открытых данных. Геопортал сам по себе является источником предоставления инфраструктуры про станционных данных Чувашской Республики. То есть мы его расцениваем как единый источник для предоставления населению сведений о землях, строениях. И вообще обо всем имущественном комплексе Чувашской Республики? Да, действительно, там весь имущественный комплекс Чувашской Республики. Кроме того, там же можно увидеть дополнительно еще один слой, в котором размещены объекты нестанционарной торговли, которые позволят сделать более прозрачным данную сферу деятельности. То есть это борьба с коррупцией, я так понимаю, да, это повышает конкуренцию и вовлечение людей в управление городом. В том числе можно на отдельном слое увидеть объекты размещения нестанционарной торговли, которые помимо размещения несут в себе дополнительный набор сведений. А портал открытых данных – это отдельный ресурс, который предоставляет пользователям сведения в машиночитаемом формате. Что это означает? Это означает, что эти сведения можно обрабатывать в автоматическом режиме, именно под эти цели мы предполагаем написание отдельных мобильных приложений для предоставления легких предоставлений. А что это? Это документы, да? Это вот правительственные документы или вообще все документы, которые рождают все государственные предприятия, в том числе и не только документы? Это конкретно сведения, которые создаются органами власти в процессе своей деятельности. Это могут быть, если мы берем, допустим, Минобразование, это могут быть перечень школ. Причем не просто перечень, а со всеми сведениями, которые касаются этих школ. То есть это и адрес, и номера телефонов, электронная почта, количество учеников и так далее. То есть вот эти порталы, как я понимаю, они создаются вообще коллективным разумом, коллективными руками и коллективными усилиями? Да, действительно. В рамках портала открытых данных сведения создаются и представляются сотрудниками самих министерств и ведомств, поэтому каждое министерство, например, работает именно в рамках своего направления. Власть постепенными, небольшими шагами начинала быть открытой. Если еще раз напомним, тот 2000-й год, когда создавалась эта системная работа, начиналось все с небольших сведений. Потом перечень услуг или сервисов увеличивался. И я сейчас напомню, наверное, тот период, может быть, кто-то еще помнит, когда, допустим, бланк заявления на получение паспорта гражданина или загранпаспорта в первый раз появился на сайте Капру просто как бланк. Потом количество сервисов увеличилось. Их было свыше тысячи, как вот сразу мы вводили это, я помню, в 2005-2006 году. И до конца все это преобразовалось и вылилось, объединило все в один ресурс, который назывался региональный, наш Чувашский региональный портал государственных и муниципальных услуг. До сих пор, несмотря на наличие федерального единого портала государственных услуг, который был запущен несколько лет назад, наш региональный портал продолжает быть популярным. И, может быть, не такая большая статистика по региону, который зарегистрирован на едином портале госуслуг, на федеральном портале, это свидетельство того, что наш собственный продолжает развиваться и пользоваться успехом. Ну вот, насколько я знаю, опять-таки, как эксперт, что Чуваша и Татарстан, они этим отличаются тем, то, что мы одними из первых в России начинали эти наработки, и федералы, наверное, по большей части строили свой опыт, федеральный проект по опыту Чувашия и Татарстана. А тогда давайте объясним гражданам, что такое портал, единый портал государственных услуг. Это единая точка доступа к федеральным и региональным, и муниципальным услугам. Сегодня федеральный портал госуслуг объединяет более 760 федеральных услуг и более 100 тысяч региональных и муниципальных услуг по всей стране. Это вся страна, а Чувашский? В Чувашской республике переведено в электронный вид 69 государственных и муниципальных услуг, в том числе 27 муниципальных услуг. Это услуги пока только города Чебоксары. В ближайшей перспективе мы должны сделать тиражирование по всем остальным муниципалитетам Чувашской республики. Ну давайте, что такое технологический этот портал госуслуг и что такое идеологический? Это набор серверов, которые размещены на площадках Ростелекома, и они, собственно говоря, предоставляют гражданам удаленный доступ к получению услуг. Как все мы знаем, для получения госуслуг можно пойти в многофункциональный центр и подать там заявление. Это будет пешком? Ну это будет пешком, да, действительно. А можно сидеть дома почти на диване, да? Также есть вариант, да, действительно, сидеть дома на диване. Или можно пойти даже в кафе и, соответственно, там через интернет подать заявление на какую-либо государственную услугу. Как все мы знаем, технологии связи в Чувашской республике развивались достаточно бурно. Если мы берем, к примеру, 2000-е годы, это в большинстве случаев диалаб-доступ с соответствующими низкими скоростями. На данный момент вся территория Чувашии окольцована оптическим кольцом Ростелекома, что предоставляет достаточно высокие скорости для доступа в интернет. Но уже в 10 или в 20 раз скорости увеличились, да? Ну, это, наверное, даже, можно сказать, увеличилось в 100, а то и в 1000 раз. Кроме того, почти 100% в Чувашской республике покрыто сетями мобильных операторов связи, что предоставляет возможность доступа в интернет либо по сетям 3G, либо совсем недавно, значит, Мегафон запустил сеть 4G. И вот в 2014 году Билайн также запускает сеть 4G. Таким образом, мы констатируем факт, что граждане полноценно имеют возможность доступа к единому порталу госуслуг и получения услуг в удаленном доступе в любое свободное время. Ну, а что такое идеология все-таки портала? Я просто хочу добавить, что речь идет не только о получении госуслуг в МФЦ, например. Это можно сделать, безусловно, и дома. Более того, приведу статистику, за последний год количество активированных сим-карт выросло в несколько раз и на сегодняшний день превышает 1,7 млн. То есть это больше, чем общие численные жители республики. Объемы продаж планшетов, смартфонов показали, что тоже за последний год их количество выросло в два раза. Ну, то есть бизнес и технологии пришли на помощь правительству, чтобы оно было открытым, да? Да. Чем он хорош, портал для Марьи Ивановны, с дивана? Можно, ряд услуг можно получать просто сидя дома. А что популярным, наиболее популярным является? Значит, статистика Почеварской республики, она не сильно отличается от общефедеральной. Чаще всего за услугами через портал госуслуг федеральной обращаются при получении паспорта как гражданина России. Так из граничного? Да, да. Штрафы ГИБДД очень популярны в перечне тех самых популярных услуг. Что касается региональных услуг, то здесь статистика следующим. Рейтинг самых популярных услуг выглядит следующим образом. Это, значит, обращение в ЗАГС за регистрацией. Раньше ночевали в 5 часов утра и в 3 часа ночи занимали очереди, да? Да, значит, и брака, и рождений, и смерти. Второе по популярности – это услуги службы занятости, поиск работы и сведения о вакансиях. Это вот наиболее популярные региональные услуги. И что касается муниципальных, пока это, конечно, запись в детский сад. Ну, в общем, не зря этот портал создали. Он реальный инструмент помощи народу, да, для решения каких-то вопросов. Теперь о технологиях, опять-таки. Как попасть на него, как получить пароль? И что такое электронная универсальная карта, которая должна каким-то образом ключом являться к этому порталу? Ну, сегодня, конечно, регистрация на портале Госслуг, она достаточно сложная. И очень часто в качестве главного неприятия этого портала оказывает именно трудоемкость регистрации. И помнится, пример правительства требовал уменьшить всю эту процедуру, да? Да, и председатель правительства России, Дмитрий Анатольевич Медведев, как раз и требовал сделать упрощенную процедуру регистрации. И сегодня Минкомсвязи разрабатывает этот проект, когда, значит, услуги в основном информационного характера должны будут, их можно будет получить, просто забив свой номер сотового телефона. Например, чтобы встать на очередь нуждающегося в жилье, сегодня эту услугу можно получить через единый портал Госслуг. Нужно заполнить соответствующее заявление. Естественно, у тебя на ЕПГУ при этом должен быть личный кабинет. Для чего ты должен был пройти регистрацию, получить код-активацию, активировать себя на портале Госслуг, чтобы пользоваться им полноценно. Кстати, скажу, на сегодняшний день 57 тысяч граждан, то есть жители Чувашской республики, такой возможностью обладают. Ну, правильно. Они же вообще могут отслеживать потом, где их бумажка бродит. Причем, если это много бумажек, там много заявок, их будет много отслеживаний. Возьмем такую услугу, как встать на учет, встать на получение жилья, встать в очередь на получение жилья. Зайдя на ЕПГУ, вы выбираете эту услугу. Эта услуга муниципальная. Заполняете необходимые, ну, там надо оформить заявление. Все, на этом ваше участие может быть закончено. Потому что справку в Росреестр, есть ли у вас жилье на данный момент, то есть имеете ли вы право получить дополнительные. Уже, наконец-то, никто с меня не будет 128 справок требовать. Да, вас никуда не должны гнать по кабинетам. За справками какими-то дополнительными все это чиновник должен получать сам. Для этого существует межведомственное взаимодействие. Оно технологическое, оно не видно обывателю, да, но оно отстроено технологически. Да, действительно, в целях облегчения получения сведений при предоставлении госуслуг существует так называемая система межведомственного электронного взаимодействия. То есть, когда гражданин, даже если он придет в какое-то ведомство и хочет получить какую-то государственную услугу, он не обязан ходить и собирать разного рода справки. Ведомство самостоятельно запрашивает эти сведения у тех органов власти, где эти сведения, собственно говоря, существуют. Как мы уже говорили, идейный портал госуслуг, значит, для взаимодействия с ним необходима регистрация и, соответственно, создание личного кабинета. Но кроме по обычной регистрации, то есть по логинам, паролю и, соответственно, получения кода активации, есть возможность зарегистрироваться при помощи электронной сферевой подписи, которая занесена на универсальную электронную карту. То есть, если гражданин получил УЭК и при получении заранее написал заявление и получил в рамках УЭК еще и УЦП, он может автоматически зарегистрироваться на портале госуслуг. Что для этого необходимо? Для этого необходим обычный картридер, то есть специальное устройство, куда вставляется та самая карта. На данный момент существует уже несколько приложений. Это, значит, полис УМС, обязательное медицинское страхование, то есть нет необходимости таскать с собой старый бумажный вариант либо какие-то иные виды. Через единый портал госуслуг можно получать услуги как юридическим лицам, так и физическим лицам. По получению услуг физическими лицами мы уже много сказали. Я еще раз напомню статистику. Сегодня у нас на едином портале госуслуг зарегистрировано 57 тысяч жителей Чуварской республики. И это 4,6 от численности населения. И мы занимаем в ПФО четвертое место. Впереди нас Самарская область, Ульяновская область и Удмуртская республика. Наверняка интересует статистика по России. Лидерами в стране является Приморский край. Там почти каждый пятый житель региона зарегистрирован на портале госуслуг. Далее идут Тюменская область. 15,3% жителей тоже получают услуги. Имеют возможность, по крайней мере, получать услуги через портал госуслуг. Хантамансийский автономный округ и Амурская область. А что это деловая активность там какая-то другая? Элементальность граждан наших мешает им пойти? Может, они не почувствовали вкус еще вот такого бесчиновничьего получения документа? Несмотря на то, что процедура регистрации на портале госуслуг действительно непростая. Да не так она сильно и сложна, я вам честно скажу. Но надо заставить себя сделать это в светлое будущее за уши. Ну, тянем, тянем, к сожалению. Потому что как только один раз вы будете получать услуги, не обращаясь к чиновнику, не беря шоколадку или еще что-то поболее, вы поймете, как это проще. То есть вы экономите собственное время, вы экономите финансовые ресурсы, свои собственные. И собственной усилию даже просто не общаясь с чиновником. Ну, сверхзадачей вот такой портальной системы является все-таки тот момент, чтобы чиновник не присутствовал вообще. А говорят, зачем я за паспортом пойду, когда все равно нужно за ним идти живым. Сколько у нас таких услуг, когда человек, отдав туда базу данных каких-то своих личных через личный кабинет, получает в конце концов этот документ только один раз, действительно сходив пешком. По нашим сведениям, Минкомсвязь разрабатывает планы по непосредственно доставке полученных документов напрямую в квартиру, используя почту России. Еще небольшая статистика. Сегодня Чувашская республика по выдаче универсальных электронных карт, вообще по уровню внедрения универсальных электронных карт, находится в числе лидеров, занимая второе место после Тульской области. В Российской Федерации? В Российской Федерации. Несколько цифр. У нас сегодня около 16 тысяч заявлений на получение универсальных электронных карт уже принято, выдано более 7300 карт, и доля обладателей универсальных карт сегодня 1,2%. Вроде бы не очень много, да? Но если брать статистику по России, то в абсолюте это 304 тысячи всего заявлений, и получается, если брать долю от населения страны, это 0,0001. Кроме того, в НОЭК у нас помимо идентификационного приложения и банковского приложения прописано транспортное приложение, и мы также в числе лидеров по стране были первыми, и до сих пор остаемся первыми, когда транспортное приложение действует на всей территории региона. В соответствии с майскими указами президента России, к 2018 году 70% населения страны должны будут получать услуги в электронном виде. Федеральная целевая программа и наши собственные принятые решения на уровне правительства Чувашской республики к концу этого года мы должны будем обеспечить 35% жителей Чувашской республики. Чиновники, они уверены? Вы как чиновники уверены, что мы к этому придем? Это достаточно сложный вопрос. Взаимодействие большого количества субъектов, да? Да, но взаимодействие большого количества и ведомств, и организаций, позволят достичь этого уровня. Ну и вот все-таки я в заключении нашей программы хотела бы сказать, в мире разные источники показывают разные результаты. Одни говорят, что уже 2 миллиарда из 7 в интернете, другие говорят, что 5 миллиардов из 7. В Российской Федерации тоже блуждающие по опросам цифры ее абсолютизировать невозможно. Это частное такое действие. От 60 до 70 миллионов россиян в интернете Чувашской республики. Это показатель какой? Мы считаем, по количеству домохозяйств, подключенных к интернету, цифра и данных Росстата и опросов общественного мнения, это более 65%. Домохозяйств Чувашской республики подключены к интернету. В России эта цифра 55%. Ну и если говорить об открытом правительстве, кто все-таки в мире лидирует, и где мы там, как Россия находимся, и где мы находимся, как Чувашия, в конце концов, для того, чтобы наши зрители слушали, понимали. В рейтинге по уровню развития электронного правительства Россия в мире занимает 27 место по данным 2012 года. Очень хорошо. Это очень хорошая позиция. Более того, если говорить о таких странах с численностью населения более 100 миллионов, то Россия на третьем месте после Соединенных Штатов Америки и Японии. Потому что сравнивать Россию и небольшие страны, которые являются лидером в мире, такие как Сингапур и Эстония, ну, по крайней мере, некорректно. Ну что ж, уважаемые граждане Чувашской республики, правительство будет открыто тогда и настолько, насколько вы сами этого захотите, и тогда, когда вы этого захотите. Технологически это может быть 72 часа в сутки. Но нужно понять вам, там, сидящим на диване, что это нужно в первую очередь вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!